Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Красят стены, доделывают фасад и закупают оборудование, как готовят второй корпус новой школы на пятой просеке. Увеличились расходы и снизился пассажиропоток. Приведет ли это к изменению стоимости проезда в общественном транспорте? Приобщить весь мир к богатству мыслей и поиску адекватных решений. Почему важно изучать философию? Казань и Хвалынск в лидерах. Куда еще поедут самарцы на Новый год и почему отдыхающие отдают предпочтение внутреннему туризму? Красят стены, укладывают гомогенные покрытия, доделывают фасад и закупают самое современное оборудование. На пятой просеке до конца года должны завершить строительство нового корпуса 26-й школы. Ход работ проверили зампред правительства Самарской области Александр Фетисов, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов. Подробности расскажем в сюжете. Второй корпус новой школы на пятой просеке рассчитан на 850 детей. Он расположился рядом с первым корпусом на 600 человек, где с сентября уже идут занятия. Трехэтажное здание включает в себя пять блоков, в одном из них с отдельным входом разместят дошколят. Все работы на контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В этот четверг ход строительства проверили заместитель председателя правительства области Александр Фетисов, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов. Вторая очередь 26-й школы будет самостоятельным объектом со своим спортзалом и актовым залом, который больше, чем в первом корпусе, и рассчитан на 400 мест. В здании появятся также мастерские, зоны отдыха и столовая на 425 посадочных мест. На данный момент второй, третий этаж кабинета прокрашены стены в один прокрас, укладывается гомогенное покрытие, устанавливаются основные двери. Ведется сейчас активная работа на блоках А и В. Также, вы видите, устанавливается остекление, доделывается фасад. Подрядчиком разработан понедельный план до конца года, по которому объект достраивается и вводится в этом году. Строительство идет в ускоренном темпе. На площадку застройщик зашел в апреле. Все работы выполняются под ключ. Параллельно идет закупка современного высокотехнологичного оборудования для учебного процесса и подготовка преподавательского состава. Важно не только построить стены, даже стены современные, не только оснастить оборудованием для современных образовательных технологий, а здесь должен быть, наверное, главный после ученика – это учитель. Детки, конечно же, должны ходить в современную школу с современными образовательными технологиями. Жизнь не стоит на месте, каждый год что-то появляется новое, и это будет одна из самых современных школ не только на территории Самарской области, но и на уровне лучшей школы Российской Федерации. Школу возводят в рамках национального проекта образования в одном из самых густонаселенных районов города по просьбе самих жителей. Уже в следующем сентябре здесь должны начаться занятия для сотен юных самарцев. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Новым объектом охраны культурного наследия федерального значения стал польский костел в Самаре. Он находится на фронте 157. Представители Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона обновили реестр памятников федерального значения. Приказ опубликовали на сайте правительства области. Также под охрану взяли один из корпусов санатория Чкалова. Речь идет о здании, в котором когда-то находилась дача купца Соколова. Постройку возвели в 1909 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Согласно документу, под охрану попадают фасады здания, террасы, башни со смотровой площадкой, балюстрадой и арками и другие отдельные элементы. Обновили асфальт и повысили безопасность. В этом году 66 километров самарских дорог преобразились за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта специалисты профильного департамента и дорожные службы сделали все, чтобы городские дороги были безопасны как для водителей, так и для пешеходов. Михаил Ермоленко расскажет, что нового появилось на объектах. Новая тактильная плитка, свежая разметка, ограждения на пешеходных переходах. В этом году дороги, по которым пролегает 64 транспортных маршрута Самары, обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжая часть стала безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. На оживленных маршрутах установили новые подсвеченные знаки, более информативные светодиодные светофоры с дополнительной секцией, а также металлические ограждения на тротуарах. Такие нововведения появились, например, на улице Арсебушевской. Порядка 22 светофоров установили новых, то есть это новые уже диодные светофоры, то есть были под замен лампочных, они более эстетичные, они более практичные, долговечные. Если мы говорим конкретно о ограждении, то это порядка более 500 секций было установлено на всем участке. Это порядка одного километра нового ограждения. Главная цель – создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, а также снизить аварийность. Например, на проспекте Масленниково рядом с филиалом Третьяковской галереи, кроме ремонта дорожного полотна и укладки плитки, устроили островок безопасности. Такие конструкции появились еще на нескольких маршрутах, в том числе на улице Вольской. Кроме того, на некоторых дорогах, где это было необходимо, дорожные службы обустроили искусственные неровности, так называемые приподнятые пешеходные переходы. Эта конструкция вынуждает автомобилистов притормаживать, тем самым снижая скорость. Такие переходы появились, например, на улицах Партизанской, Аэродромной и Энтузиастов. Это техническое средство организации дорожного движения, установлено с целью подпинудительного торможения на пешеходный переход, который обустроен дорожными знаками. Данный вид конструкции удобен как и для безопасности дорожного движения, с целью, потому что у нас зачастую в городе на нерегулированных пешеходных переходах происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В этом году дороги Самары отремонтировали с опережением графика, несмотря на увеличенный объем работ. Так в начале года планировали обновить чуть больше 48 километров дорожного полотна. По факту отремонтировать удалось почти 67 километров. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В администрации Самары продолжают обсуждать вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте. Все нюансы прорабатываются трехсторонней комиссией. Об итогах встречи расскажет Ольга Хомракулова. В Самаре рассматривается вопрос о необходимости изменения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Чтобы предложенные варианты корректировок устраивали большинство горожан, в администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Весомых предпосылок для индексации множество. Из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса, снизился пассажиропоток. В 2020 году по отношению к 2019 году он уменьшился более чем на четверть. И вот по оперативным данным 2021 года мы видим, что он примерно на таком же уровне и остался. Частично финансовые потери из-за уменьшения пассажиропотока компенсированы субсидиями из бюджетов различных уровней. Однако даже с учетом принятых мер недополученные доходы перевозчиков, например, в 2020 году составили свыше 400 миллионов рублей. На фоне снижения выручки увеличились расходы. Выросла цена на топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запчасти. Помимо этого, перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава. Закупаются рециркуляторы очистки воздуха. Также перевозчики испытывают дефицит кадров. Средняя по отрасли неукомплектованность штата водителей и кондукторов составляет 30-40%. Основная причина оттока сотрудников – неконкурентоспособная зарплата. Ожидается, что корректировка тарифов позволит, если не справиться полностью с кадровым дефицитом, то как минимум повысить зарплаты действующим сотрудникам. Сегодня, мне кажется, очень действенно показала свою работу трехсторонняя комиссия и вообще социальное партнерство на территории городского округа Самара. Уверен, это позволит сохранить трудовые коллективы, а коллективы транспортных предприятий, многотысячные коллективы, сделать эти места более привлекательными. Перед заседанием трехсторонней комиссии был подготовлен ряд предложений по корректировке тарифов. Сегодня был озвучен наиболее оптимальный вариант. Выслушав аргументацию, члены комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен. По итогам предложено увеличить стоимость проезда на 10% с 29 до 32 рублей по безналичному расчету и с 32 до 35 рублей за наличный расчет. Для льготников поездок по картам школьника и студента социальным картам предлагается провести индексацию всего на 6,4%. Увеличение стоимости проезда исключительно на уровне ростом род, установленного правительством Российской Федерации. И это ниже уровня прогнозируемой, по данным Центробанка, инфляции. Важно и то, что остается социальная направленность. Главный леймотив в данной ситуации у людей на сегодняшний день, вот мы говорим, я говорю о социальном блоке, где у нас там и студенты, и школьники, и люди, которые пенсионеры, и кто пользуется льготным проездом транспортом, по умроту. И мы даже не пошли по уровню инфляции, остановились именно на этом. Понятно, любое повышение для граждан, это хоть там на 50 копеек, хоть на 20 копеек, оно это не из приятных. Но я думаю, что понимание и этот взвешенный подход, он точно найдет понимание в большинстве своем и в коллективах. Потому что за этим стоит и трудовые коллективы, за этим стоят и вообще работа транспортной отрасли. Карты на разовые поездки для школьников и студентов предложено сделать дороже лишь на 1 рубль. Тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников предлагается повысить на 40 рублей до 640 рублей. Для студентов на 50 рублей до 850 рублей. Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок. Повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей до 330 и 660 рублей. Стоимость безлимитного проездного для остальных граждан, согласно расчетам, составит 1985 рублей. В отношении поездок по социальной карте жителя Самарской области стоимость проезда не изменится. Она составит 270 рублей в месяц за 90 поездок, то есть по 3 рубля за поездку. При достижении лимитов 90 поездок пассажиры по социальной карте жителя Самарской области не высаживаются из общественного транспорта. Отметим, что половина пассажиров – это льготники. Преимущества для них предусмотрены не во всех городах страны. А по сравнению с рядом крупных городов, где такие возможности есть, в Самаре максимально льготные условия оплаты проезда. На трехсторонней комиссии были озвучены и новые инициативы. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов, медиков и работников социальных служб. Перед окончательным утверждением тарифов планируется рассмотреть вопрос об их адресной поддержке. После того, как предложения по установлению тарифов будут сформированы окончательно, их направят на согласование в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Только после этого тема индексации стоимости проезда будет вынесена на рассмотрение тарифной комиссии. Напомним, последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. Двухлетний мораторий в части сохранения тарифов был выдержан. По заверению городских властей, новая стоимость проезда также останется неизменной в течение следующих двух лет – до конца 2023 года. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. В Самарской области продолжают прием заявок от предпринимателей на получение государственной финансовой поддержки. Об этом сообщили в региональном правительстве. Федеральные меры, безвозмездные гранты и льготные кредиты по возобновленной программе призваны частично компенсировать простои из-за особого режима, объявленного в стране с 30 октября по 7 ноября. В Самарской области нерабочий режим наступил на неделю раньше. Губернатор Дмитрий Азаров поручил четко контролировать процесс использования федеральных выплат, а также подкрепить их новыми региональными мерами помощи. День жестянщика, несмотря на опасения автомобилистов, на этой неделе не наступил. С приходом заморозков и гололеда число клиентов в самарских кузовных мастерских не увеличилось. Слесари отмечают рост внимательных водителей, которые с осторожностью передвигаются по скользкому покрытию. Повысилась только цена за услуги ремонта и запчасти на автомобиль. Сколько будет стоить устранить кузовные дефекты в новом сезоне, расскажет Никита Колосов. Автомоляр Юрий Заварин трудится в кузовных мастерских уже 20 лет. Электрик по образованию, но с творческой душой. За все это время попробовал себя в разных профессиях, связанных с ремонтом машин, но остановился на автомолярном деле. Теперь может с уверенностью сказать, работать с автомобильными деталями очень непросто. Еще сложнее при ремонте автомобиля после ДТП правильно подобрать цвет новой детали кузову и нанести лакокрасочное покрытие. Этот процесс требует большого терпения и внимания к мелочам. Нет одинаковых деталей. Они кажутся одинаковыми, но на самом деле везде каждый элемент требует свой подход. К определенному цвету нужно свои абразивы подбирать, пластику свои абразивы. То есть нужно подходить творчески достаточно. Юрий говорит, в этом сезоне дня жестянщика не случилось. Битых автомобилей каршеринга, которые обычно ставят антирекорды, стало в разы меньше по сравнению с прошлым годом. С появлением первого гололеда водители быстро приспособились к новому стилю вождения в условиях города. А если случается авария, то повреждения небольшие. В основном повреждения небольшие. Бампера, фары, крылья. Каких-то серьезных ДТП нет. Если сравнивать с прошлым годом, то динамика была побольше. Ремонтов кузовных и более тяжелых. Другое дело трассы. Автомобили, которые сейчас в ремонте, в большинстве случаев пострадали в результате ДТП за городом, где высокие скорости. При этом стоимость запчастей выросла на 15-20%. Повысили стоимость своих услуг и кузовные мастерские. Сейчас минимальный ремонт автомобиля после небольшого ДТП в городе будет начинаться от 20 тысяч рублей. Верхний предел – 400 тысяч. Из-за растущих цен автолюбители стали чаще обращаться в небольшие мастерские, открытые буквально в гараже. Местные мастера обещают клиентам ремонт авто за небольшие деньги. При этом не меняют детали, а чинят сломанные, что снижает безопасность автомобиля. А риск получения травм при очередном столкновении возрастает. Никита Колосов, Максим Гусев, События. На этой неделе мир отметил День философии. Его задача – приобщить мировое сообщество к богатству мысли и поиск адекватных решений любой проблемы. С приходом пандемии человек все больше стал задумываться о сущности бытия и фундаментальной ценности здоровья. Появились ли ответы на неразрешимые вопросы, знает Ольга Хомракулова. Объясняя мир, можно изменить его. Всемирный День философии. Праздник молодой. Его провозгласили на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году в Париже. Главная его задача – приобщить мировое сообщество к богатству мысли и поиску адекватных решений актуальных проблем. Так, опрошенные телеканалом Самара ГИС-эксперты считают, что ответы на самые главные вопросы современности не сильно изменились со времен античности. А вот постановка вопроса в последнее время звучит по-новому. Так, с приходом пандемии человек все больше стал задумываться о сущности бытия и фундаментальной ценности здоровья. Некоторые философы считают, что современное общество разделилось на сторонников трансгуманизма и гедонизма. Первые имеют цель победить старение и смерть, а вот вторые считают высшим благом исключительно удовольствием. Трансгуманистический проект – это проект переноса сознания на небиологический носитель. Вопрос о здоровье человека в этой связи приобретает некоторое новое звучание. Гедонизм, конечно же, существует. Гедонизм как мировоззренческая установка, гедонизм как психологическая склонность человека вообще. И хотя общество потребления – это как раз и есть общество гедонизма, гедонистическое общество, но уже много десятилетий, как минимум последние три-четыре десятилетия, философы и социологи говорят о кризисе, глубочайшем кризисе общества потребления. За последнюю пятилетку интерес к изучению философии возрос. Только он так же, как и само общество, трансформировался. От классической образовательной формы и получения профессии философ наука ушла в интернет. Существует такая довольно-таки расхожая точка зрения, она весьма наивная относительно того, что, скажем, образование должно соответствовать будущей специальности. Люди, может быть, активно не выбирают этот вид образования, но зато активно читают. Философия вырабатывает целый ряд таких важных компетенций, как сейчас модно говорить, мыслительно. В целом она ориентируется на формирование мыслительной культуры, да, то есть это способность к анализу, синтезу, прогнозированию, а главное критическому мышлению. Но философию изучать необходимо, настаивают эксперты. Ведь даже если она не пригодится вам в профессии, она пригодится вам в жизни. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов, События. Большинство россиян планируют отпраздновать Новый год внутри страны. На долю бронирований по России приходится более 90%, сообщают представители сервиса поездок и путешествий. При этом до пандемии в период новогодних праздников этот показатель составлял порядка 75%. Среди наиболее популярных направлений в зимние праздники у россиян – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Калининград. Среди зарубежных пляжных туров лидируют Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба и Мексика. А вот какие туры пользуются популярностью у самарцев, выяснила Мария Левина. Не нужен нам берег турецкий. Уже сейчас самарцы начали бронировать путевки на новогодние каникулы. Причем спрос на внутренний туризм продолжает набирать обороты. В числе самых популярных направлений – Сочи. Затем идут региональные базы отдыха и выезды в соседние города. Новогодние каникулы планируют, это очень радостно. В Самаре есть, конечно, что посмотреть, но многие выбирают одну, наверное, самых популярных, даже два, наверное, самых популярных направления. Это, конечно, Казань, соседний город, потому что сказочный город, по соседству с Самарой. Просто грех не посетить и не посмотреть. И есть такие туристы, которые любят более активный отдых. Они выбирают, конечно, Хвалынск. Это тоже ближайший говнолыжный курорт, где есть прекрасные термы, куда все рвутся тоже попасть. А по Самаре у нас очень пользуются популярностью заезды на Хаски. И есть еще тоже интересный маршрут зимний – это на гору Стрельную. Среди самых популярных международных направлений – Египет. Путевки туда разлетаются, как горячие пирожки, рассказывают туроператоры. Потому что есть прямые перелеты из Самары. Они летают достаточно часто, несколько рейсов в неделю. И по бюджету хорошая ценовая категория находится. Спрос очень высокий. И откладывать на декабрь и ближе к Новому году не стоит, потому что многие отели уже встают в 100 популярные. И, соответственно, ближе к Новому году вы рискуете не попасть в хороший отель. Вот, улететь, возможно, вы сможете, но в хороший отель попасть, наверное, уже нет. На втором месте по популярности – Турция, а следом за ней – Мальдивы и Доминикана. Всю большую популярность набирают и автобусные туры. Они, как правило, на порядок дешевле, но при этом поездки совершаются на современных комфортабельных автобусах. Так что в качестве такие туры не теряют. В связи с эпидобстановкой для любых путешествий, будь то международной или по стране, туристам необходим отрицательный ПЦРТ, сделанный не раньше 72 часов до отправления. Большинство стран запрашивают и сертификат о вакцинации. Мария Левина и Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Российский Дед Мороз отпраздновал свой день рождения. В ноябре на его вотчине, Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. После этого главный волшебник отправляется из Великого Устюга в новогоднее путешествие по стране. О том, как складывался в России образ Деда Мороза и как убедиться в том, что он настоящий, расскажет Максим Магомедов. Главный сказочный персонаж, без которого не обходится празднование Нового года, Дед Мороз, сегодня отмечает свой день рождения. Считается, что именно в этот день на родине волшебника в Великом Устюге зима вступает в свои права. В числе детей, которые хотят поздравить волшебника с праздником, Алиса и Соня Наумовы. Писать они пока не научились, поэтому в качестве подарка приготовили рисунок и приглашение в гости. Папа, мама, Алиса и я. Все, раздевает, спасибо. День в день, приходи, чтобы у меня в гости есть конфеты. По словам историков, Дед Мороз, каким мы себе его представляем, появился относительно недавно. Его прообраз возник в славянской мифологии. Он представлялся невысоким бодрым старичком с седой бородой, которого звали зимой. Традиция прихода Деда Мороза домой с подарками возникла с началом празднования Нового года в Российской империи. Отмечать праздник начали в 1700 году по указу Петра Первого. В те времена Дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а хулиганов бил своей палкой. Со временем его образ смягчился, а палка превратилась в волшебный посох. Начиная с Петра Первого происходит такое очень мощное проникновение западноевропейских традиций, в частности, связанных с торжествами новогодними в Россию. То в XIX веке постепенно появляется и такой вот литературный отечественный персонаж. Он и в сказках Адуевского, и в том числе знаменитый поэме Некрасова. После революции в 1929 году советская власть наложила табу на празднование Рождества. И Дед Мороз, как герой религиозного праздника, оказался под запретом. С 1935 года вновь происходит в отечестве нашим возвращение к интересу, к новогодним торжествам. Елочка разрешается снова, все новогодние торжества разрешаются снова. И появляется Дедушка Мороз, такой любимый нами. И буквально в 40-е, лучше сказать, в 50-е годы он активно входит в мультики. Образ современного Деда Мороза складывается из уже классических атрибутов. Красная длинная шуба, волшебный посох, борода и, конечно же, мешок с подарками. Рассказывает профессиональный Дед Мороз Денис Грядунов. Говорит, знает, как отличить настоящего волшебника от самозванца. Нужно дернуть за бороду. Если он закричит, значит настоящий. Настроение, как правило, дарят дети. Ты приходишь, даришь им волшебство, а они тебе дают отдачу. И праздник получается великолепным. В Великом Устюге 18 ноября разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огни на первой в году новогодней елке. В гости к Деду Морозу приезжают сказочные коллеги, чтобы поздравить именинника. Отправить свои поздравления и пожелания сказочному волшебнику может любой желающий. По электронной посте или опустив письмо в почтовый ящик с указанием адреса. Россия, Великий Устюг, почта Деда Мороза. Ответ обязательно будет. Максим Магомедов, Константин Головин, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова